Итак, здравствуйте! Сегодня с вами снова два Андрея, и один из Андреев сегодня расскажет новую тему по функциональному программированию, а другой, что называется, посидит, потупит, позадает дурацкие вопросы. Не буду долго тянуть, передаю слово Андрею для того, чтобы он начал вести свое занятие. Окей, всем здравствуйте! Андрей, привет! И сегодня мы уже очередную лекцию начнем, и с прошлых лекций мы, надеюсь, помним хотя бы понятие, что такое абстрактный тип данных, что такое мутабельность, что такое лямбда-функции, по крайней мере, ничто не такое с теоретической точки зрения, а хотя бы как их использовать на практике. И сегодня мы рассмотрим такую интересную вещь, как создание некой удобной среды в языке, который сам по себе не является исключительно или даже преимущественно функциональным, этот язык будет Python, создание удобной среды для того, чтобы там писать функциональный алгоритм. Прямо чистые функциональные алгоритмы, как они есть в теории, как они есть в математике, как они будут на Хаскеле и везде. Отлично! А именно, мы реализуем структуру данных, структуру данных иммутабельную, персистентную, то, о чем уже ранее говорили эти слова, именно односвязный список. Но сразу хочу предупредить, сказать, что этот односвязный список, во-первых, мы не будем пользоваться стандартными структурами данных Python, будем на них опираться. Почему? Потому что они все предусматривают кучу библиотечных функций и методов для работы с ними, которые иммутабельны. Мы хотим создать чистую и иммутабельную вещь, которую нельзя было замутировать в принципе. Это раз. И второе, что вот понятие «односвязный список»… Тебе знаком, Андрей, кстати, понятие «односвязный список» как структура данных? Да. Ну вот в каком языке, допустим, ты знаешь, что есть linked-list, да? Да практически они во многих есть и в C-Sharpie, и в C-Plusах, в Java, почти везде есть односвязный список. Правильно. И в C-Sharpie, и в C++ вы стояли стандартный template library, и в Java, и в Sharp, и везде, где угодно, есть вот этот linked-list. Но он там мутабельный, позволяет мутировать свои элементы, свои значения. И поэтому, кстати, часто фигурирует задачка, как одна из задачек на собеседованиях, как узнать длину цикла односвязного списка, если он зациклен в кольцо. Есть такая задачка, дан односвязный список… Закольцованный, да? Да, закольцованный, кольцевой, и с какого-то момента там с определенного элемента ссылается на голову, и вот он дан, дан какой-то указатель посреди него, если каждый раз будешь бегать по кольцу, можно поизменять его значение таким образом, чтобы гарантированно понять, что за определенное число пробежек ты вернулся к началу. Не будем пока рассматривать эту задачу в деталях, главное отметим, что она есть. Так вот, мы будем реализовывать такую структуру данных, в которой постановка, сама постановка этой задачи невозможна в принципе. Поскольку, чтобы произвести закольцованный односвязный список, нужно его сделать мутабельным. Потому что у нас будет в определенный момент времени нужно, чтобы хвост ссылался на голову. Когда мы создавали этот хвост, головы еще не было. Ну да. Поэтому нужно потом его замутировать, сделать мутабельное изменение этого списка, чтобы он сослался на голову. А у нас все и мутабельно. То есть у нас будет односвязанный список, чисто строгая, такая теоретическая реализация, реализация теоретической структуры данных. Как вот она подается в математике. Ну, давайте перейдем тогда от слов к делу. Я пошарю уже подготовленный экранчик. Видно, да? Да, сейчас подгружается. Да, все, отлично видно. Ага, задержка небольшая происходит. Вот это некий код на Python, который я сейчас коротенько объясню. И да, им какие-то моменты мы напишем и поиграемся с ним. Вот первый блок этого кода – это, собственно, реализация нашего абстрактного типа данных. В данном конкретном случае мы реализуем тип данных пара. У нас все односвязанные списки будут базироваться на конструкции пары. Позже объясню. Что подразумевает собой абстрактный тип данных пара? Поскольку я 20 раз уже сказал, что он абстрактный, это подразумевает, что есть некий интерфейс для работы с этим типом данных. И этот интерфейс содержит всего лишь три функции. Это конструктор пары, принимает два значения x и y, возвращает нам пару. В данном случае сразу пройдемся по реализации. Это возвращается просто tuple, кортеж, термина Python, из двух элементов. Это getter первого элемента пары. Тут уже на вход нам принимаем пару аргументов. Возвращается как нулевой элемент с нулевым индексом от кортежа. И я назвал это tail, хотя в данном случае это немного более такая списковая терминология. Позже будет понятно, почему я так выбрал. Возвращается второй элемент пары. Здесь сразу хочу сказать, да, все ли понятно? Пока да. Отлично. То есть на этом этапе у нас нет никакой мутабельности. И у нас нет ни одного метода, который бы подразумевал мутабельность. Ну да. Конструктор создает новую пару. А getter вообще ничего не мутирует. Getter головы возвращает нам getter первого элемента пары. Getter tail возвращает нам второй элемент пары. Это важно, потому что в дальнейшем мы забудем про нашу реализацию, что она реализована через кортеж в Python. И будем общаться с этим типом данных исключительно только используя вот эти вот три метода, как абстрактного типа данных. А позже я покажу другие возможные реализации этого типа. Которые имеют те же самые три метода, и при которых все остается работать. То есть как бы реализация, детали реализации не влияют на работу способности абстракции. Главное соблюсти конвенцию. Какая у нас конвенция? Если мы взяли какие-то элементы и сделали из них пару, то при взятии хеда у нас вернется первый элемент, из которого мы брали, и при взятии tail вернется второй. То есть это такая некая самая очевидная конвенция. Если мы сделали комплекс y, по хеду у нас не может вернуться y, по хеду не может вернуться 2x или там x плюс x. До тех пор, пока эта конвенция выполняется, любая реализация, которая позволяет нам выполнение этого соглашения, вполне допустима для реализации нашего списка данных. Абстрактного типа. Итого, чуть пониже мы определим несколько... Да, это у нас пара. Как же мы сделаем из нее список? Мы определим понятие пустого списка. В данном конкретном случае это просто будет переменная с именем nul. И значение мы ей присвоим non. Это стандартный тип Python, обозначающий пустое значение, но аналог null в Java. Потом мы вводим предикат из null для удобства работы. Это просто функция, которая принимает некий аргумент и возвращает true, если он из null. Ну, проверка на пустоту хруповая, да? Да, проверка, что является ли значение аргумента значением null. Но в контексте нашего абстрактного типа данных вот семантическая роль этой функции будет проверка, что пустой ли список. Потому что я чуть попозже... Да, вот сейчас перейду к тому, как мы будем конструировать эти списки. Вот. Ну и введем некую вспомогательную функцию. Python язык позволяет нам создавать функции с заранее неопределенным числом аргументов. Это синтаксически выглядит так, как звездочка перед именем аргументов. Вот. И что она делает? Сразу давайте рассмотрим. Она возвращает нам конструктор пары. Сразу берется cons. Вот этот наш конс от первого переданного аргумента. И вызов рекурсивной самой этой функции на оставшемся числе аргументов. Если есть аргументы, то получается такой конструктор пары. А иначе вращается тот самый nil, который мы определили выше. Можно сразу вопрос? А для чего нам именно неопределенное количество аргументов нужно? Для того, чтобы вот эта наша функция L позволяла нам на лету конструировать наш тип данных, который мы здесь определили, содержащий любое количество любых значений. Ладно. Давай попробуем. Сразу здесь. У меня тут все принты, остальные закомментарии. Но давай сейчас на этом этапе сейчас попробуем что-нибудь создать и напринтануть. Ну, например, какой-нибудь переменный a присвоим, допустим, cons допустим, 1 и 2. И напринтанем ее, да? У нас распечатается внутреннее встроенное представление артежа пайтновского. Но, повторюсь, распечаталась скобочка и запятая только благодаря тому, что пайтон свои кортежики в таком виде представляет, вызывая метод toString. То есть строку в виде они приводятся так. Понятно. Если бы мы здесь использовали другую реализацию, он бы нам напечатал совершенно другое. В данном случае у нас она такая printable, то есть хорошо выглядит. И это нам повезло. Теперь, допустим, мы возьмем следующим образом. Мы будем конструировать не по расписке. Каким образом? Как функция l. Мы закончим, например, двойку нилу. Так? Распечатаем. Естественным образом получается. Ланон, так? А теперь мы к вот этому значению. У нас динамическая типизация, это счастье. Оно нам позволяет не заботиться о типах, о согласовании, писать очень удобные вещи, кратко и лаконично. Вот закончим единицу. Первый элемент пары будет единица. А второй элемент пары будет следующая пара. Правильно я понимаю? Следующая пара, да. И мы его так напринтуем. Естественно, мы получим вот такую структурку. А теперь мы закончим нолик к этому делу. Допустим. Принтуем. Соответственно, естественным образом получим вот такой в ряд. И чтобы не писать, допустим, вот такие вот каждый раз вложенные конструкторы. Мы через функцию L это сделаем. Правильно? Да, мы ведем вспомогательную функцию L. Она вносит только исключительно вспомогательный характер. 0, 1, 2. Вот она вернула то же самое значение. Ну или там, что если... Я понял, понял. Пишем. То 0, 1, 2, 3 и нам. Ага. На каждом, да. На самом деле, вот реализация нашей структуры данных это пара, где первый элемент это нечто, а второй элемент это либо следующая структура данных, которую можно дальше покупать. NAN. Либо NAN, либо что-то еще. Но мы здесь... Да, мы же можем закончить 1, 2, как я выше говорил. Ну да. И не используя NAN и не используя такую вложенность, у нас будет структура данных пара. А мы хотим из пары сделать список. Он получается вот таким вот образом. Что у нас всегда оканчивается NAN. К NAN что-то приконсивается, что-то приконсивается, что-то приконсивается. Вот в обратном порядке он строится. Да, понял. Вот. Вот у нас такая волшебная функция L. Сразу хочу спешить... Да? Нет, нет, говори, говори, говори. Наш список в силу волшебной динамической типизации, поэтому он получился гетерогенным. Что имеется в виду? Это значит, что на месте любого элемента нашего списка может лежать любой тип данных. Например, мы здесь можем вместо единицы описать... Ну, какой-нибудь символ, да, или строку. ABC. Вот напринтуем. Отлично, так? А вместо вот этой двоечки у нас может лежать так же список. 20, 30. Вот так. Здесь много скобок. Непонятно. Позже мы напишем свою функцию, которая визуализирует этот тип данных в удобном виде. А сейчас пока вы видите, как он визуализируется стандартными пайтовскими шоверами, да? В играх. Так, вопрос. Можно? То есть, вот этот вот нам, это можно воспринимать как окончание или как голову списка? Нет, это, разумеется, окончание. Это окончание, все. Это окончание, пустой список. Да. Вот у нас есть вот этот вот L пустой, без параметров. Это просто нам. Все, ясно. А список с одним элементом, список L это единица. Единица и окончание списка. Окей. Да, в принципе, все. То есть, на этом этапе построение нашего абстрактного типа данных список, оно завершено. Три строчки, ну и там еще три строчки неких сервисных вспомогательных функций. И у нас уже готов наш тип данных. И мутабельный, персистентный, о чем мы уже говорили ранее, что такое персистентность, да, это переиспользование общих частей, если у вас инструктор. А теперь, для того, чтобы удобно с ним работать, нам нужно написать не только функцию вот этого L, которая конструирует списки с многими элементами, а нам нужно написать некие вспомогательные функции, которые инкапсулируют всю работу со списками и делают ее очень удобной. И начнем мы с так называемой функции свертки. То есть, сейчас мы уже будем писать часть стандартной библиотеки для нашего типа данных. только что реализованы. Я объясню, почему я начну с функции свертки, потому что мы будем через функцию свертки реализовать функцию шоу, которая будет показывать наш список на экран, не как его Python рисует, а как нам его удобнее рисовать. Поэтому начнем с функции свертки. Что такое функция свертки? Вообще, в теории различают два типа свертки, левую и правую типа свертки, в теории функционального программирования. Если вы будете изучать Haskell или даже такой язык, как Scheme Dialect Racket, вы встретитесь с тем, что у списков есть два типа свертки, левая и правая. Но большинство других языков, которые реализуют в примитивном виде, на примитивном уровне функциональной возможности, они ограничиваются левой сверткой и называют ее просто сверткой, по умолчанию левая. В строгих языках, в условиях строгой семантики, не ленивая, как Haskell, она наиболее удобна. Что же такое свертка? Свертка, она пробегается по каждому элементу списка и накапливает некий результат, некое значение. Ну, например, давайте с простых примеров, как для детей. Сумма всех элементов списка. Это свертка списка, где каждый элемент будет добавляться к аккумулятору по сложению, по арифметической операции сложения и возвращаться накопленный аккумулятор. То есть, стартовый аккумулятор ноль, на каждом этапе функции некое ядро свертки, как в теории называют страшными словами ядро катаморфизма, будет применяться к двум значениям, к текущему значению аккумулятора и элементу списка. Ну, давай же к те функции. Вот она, fold left функция. Она принимает что? Она принимает три аргумента. Функцию, функция f. То есть, это то самое ядро, по которому обеспечивается свертка. При условии сложения всех элементов списка f от x, y будет возвращать x плюс y. Она бинарная всегда. Некие стартовое значение аккумулятора, то есть, с чего начинать. Для суммы всех элементов списка в стартовое значение удобно положить нулю, тогда вы получите сумму. Если вы получите стартовое значение аккумулятора 100, то вы получите сумму элементов списка, увеличенную на 100. Ну, понятно. Такое тоже иногда требуется. И, собственно, сам список. Теперь ее тело, оно буквально там в одну строчку вмещается. Мы возвращаем аккумулятор, если предикат из нул, у нас в списке выполняется, если он true. А из нул это смотрим, что если или из данных... Ну, и можно я забегу вперед? Получается, если мы доходим до конца списка, то он нам также возвращает нау. Правильно я понимаю? Правильно, да. Все, окей, понял. А иначе мы снова ее вызываем с таким же параметром F, только... F изменяется. Да. Указываем F от A и головы head, да? Да, головы списка. Первого элемента списка. Первого элемента списка. И это как раз у нас получается в аккумулятор. А в качестве L мы передаем последний. Ну, по сути, который и может быть у нас нау. Оставший. Оставшийся. Не последний. Оставшийся. Из пары последний. Да, из текущей пары второй элемент. То есть, в терминах нашего списка данных абстрактного типа это хвост списка оставшиеся элементы без головы. Который может быть наном. Другой быть наном не может. Тот, который первый, он нано не может применить. Он не может быть наном, потому что... Нет, на самом деле он может быть наном, если мы поместим в голову нано. Ладно. Я понял, да. Но мы не будем туда помещать нано. Он не может быть нилом. Нилом. Вот. Да, прощение. Вот так вот. Потому что здесь мы проверили на из нул. Да. Потому что если бы он был не нилом, список был бы пустой, тогда бы мы вернулись сразу к мальчику. Я это имел в виду, что мы не можем, ну, по каким-то, видимо, нашим ограничениям, мы в первый элемент списка не можем положить нил. Можем. Специально? Да. И будет иметь значение только второй элемент списка. А это нам нужно? Если нам нужно получить, допустим, список из десяти значений типа null, да, мы вполне можем это сделать. Так, ладно. Тогда, прости, забежал вперед. Извиняюсь. Имеет значение только вот этот, последний нам. Давай направо справа. Если здесь тоже сидит null, у нас весь список не нил. Предикат из нил на этом списке вернет false. Почему предикат из null на этом списке вернет false? Потому что сам список не является значением нам. Сам список это наша пара. Значит, наш список не пустой. Мы берем его head и head нам вернет нам, если здесь будет лежать нам по счастливому совпадению. Понятно. А вот tail вернет нам в качестве конца списка. Поэтому вот нам, нам это будет список из одного элемента. Понял. Окей. Слегка замудренно, да, но раз ты же задаешь такие вопросы, да, не разговаривайся. Вот. Итого, получается наша свертка. Чем же примечательна эта функция? Ну, во-первых, если бы мы реализовали не только левую, еще там и правую свертку, вот, то в чистой теории доказано, что через свертки выражаются все любые другие операции над списками, выражаются через функцию свертки. Мы могли бы выразить все любые остальные операции через свертку. Но мы этого делать не будем, это хорошее упражнение для тех, кто практикуется функциональном программировании, кстати, действительно хороший вариант, если вы там изучаете Хаскель, реализовать все функции стандартной библиотеки для работ со списками через правую свертку. Вот. Здесь она достаточно универсальна, она принимает любую функцию и любой аккумулятор. Что это значит? Ну вот про сумму списка я уже говорил, да, про произведение всех элементов списка, если они числа, так? А теперь давай интересный еще вопросик. Мы напишем функцию реверс. В обратную сторону, да? Да. Функция реверс вернет нам список, у которого порядок элементов реверсировано. Вот. Но мы ее будем писать не с нуля. Мы могли бы ее написать с нуля, через рекурсию и так далее. Вот. А мы напишем, используя функцию fold, fold left, только что написано. Мы вызовем fold left, а когда мы вызовем fold left, нам уже в качестве третьего параметра передается этот список, это очевидно. Нам осталось только придумать либо придумать две вещи, ядро, свертки и стартовое значение аккумулятора. стартовое значение аккумулятора будет nil, пустой список. Так. А ядро мы будем использовать лямбда? А ядро это бинарная лямбда. Лямбда двух аргументов. Первый аргумент это наш аккумулятор, текущий. Второй аргумент это элемент списка. и вернет она нам в итоге перевернутый список. Ну, перевернутую пару. Лямбда возвращает нам конс, она возвращает нам пару. Да, которая перевернута. Да, перевернутую пару, а вся эта свертка вернет перевернутый список. Можно подробнее рассмотреть, как он работает. То есть, мы берем, допустим, у нас список 1, 2, 3. Мы бежим по нему. Fold left, он берет нам с первого элемента, берет единицу. А вот эту единицу консит к аккумулятору по этой лямбде. К аккумулятору нас нил. Получается конс 1 нил. Так, конс 1 нил список это список, в котором один элемент единица. На втором шаге у нас этот свертка берет двойку. Консит эту двойку к аккумулятору получается 2, 1 нил. На третьем шаге она берет тройку, консит его в голову этого списка 3, 2, 1 нил. Получается список 3, 2, 1. То есть, Все равно НИЛ остается в конце А вся остальная часть переворачивается Да Потому что мы список Это знаешь на что похоже Это похоже как если на столе у тебя стопка тарелочек Ну да Я их беру перекладываю в обратном порядке Ты берешь их перекладываешь на новое место стола Если ты берешь верхнюю А из списка мы можем взять только голову У нас других гетеров нет У тебя получается рядом на столе стопка тарелочек в обратном порядке Да Вот Но это такой простейший пример Который нам хорошо показывает Что вот эту функцию fold left Как только мы ее написали Мы можем ее уже применять В качестве функции высокого порядка Так называемое сокращение fvp High order functions Это функции которые принимают в качестве аргументов Другие функции Вот эти лямбда Ядра свертки и ядра катраморфизма И позволяет нам реализовывать Любые операции которые нам нужны алгоритм То есть мы реверс реализовали не через реверс А через вот эту fold left Через свертку Через свертку Теперь мы реализуем через свертку функцию show Почему я свертку со свертки начал Функция show Она превращает нам в список строчку Чтобы мы ее красиво нарисовали Красиво напечатали на экран В принципе нам по этому тоже Вот я выше предоставлял Да, пример Он нам тоже печатает Но на списке из многих элементов Печатает куча вложенных пар Вот этих оканчивающихся на нам И это не то, что бы мне хотелось Тем более, когда мы приведем к тому Что попробуем другой вариант реализации Этого абстрактного типа данных Он нам в show будет показываться вообще никак Понятно Что же такое функция show А вот сейчас посмотрим Мы определим Поскольку в прошлом, да, лекции Вы видели, что она не позволяет Определять вложенные функции Определим внутреннюю функцию s Вспомогательную Которую будет принимать один аргумент Что же она будет делать Формальная функция s Будет пытаться нам Перевести в строчку Текущий элемент списка А может делать она это хитро Она сначала будет Текущий элемент списка Попытаться перевести его в строчку Используя родительскую функцию show Ну да То есть получается такой Перекрест То есть внутренне Выводит внешне А использует Использует Это такая mutual recursion Взаимная рекурсия так называемая Как ты думаешь Для чего это нужно Мне здесь вот этот вот кейс Я бы мог сразу Вернуть Стрей Это Создание строки, да? Да Создание строки Но я вместо того Чтобы s от x Вместо того Что возвращалась стрей от x Она мне возвращает У тебя здесь есть Стрей кейдж Ну проверка на ошибку Да То есть если будет возникать Какая-то ошибка Единственная Стрейка Чем в Пайтоне Я к сожалению Не знаком Вот-вот Попробуем Вот так вот Без s А допустим Определим функцию z От x И пускай Return Вот это Стрей От x Так Работы У нас нет Пока представим Да Так Что мы делаем дальше А дальше мы делаем Левую свертку Нашего списка С начальными аккумулятором Пустая строка И с лямбдой С лямбдой Которая делает что Она берет аккумулятор Прибавляет к нему Пробел И вызывает Ну в данном случае Z от x Правильно Да И вызывает Строковое представление Элементов списка Это некая переменная r Ну да А что мы возвращаем В качестве возвращаемого Значения Мы берем r Без первого элемента Поскольку у нас С пробела Всегда начинается Да Аккумулятор Изначально Прибавляем пробел Вот Мы пробел Отрезаем здесь И приклеим Скобочку Справа и слева Можем в квадратные Можем в фигурные Можем в такие Круглые А теперь Поиграемся Вот с реализацией Функции show Через Левую свертку И функцию z Нашу Ну на примерах Неких списков Вот возьмем Пустой список И вот у меня Есть два принта Со словами Row и show То есть сырое значение Как Python его печатает И как Вот пустой список Пустой список У нас это Nil Nil из нам Который Вот у нас Вверху Печатает Python Печатает Nan А мы Печатаем Вот так Пустой список Теперь Если у нас В списке Будет Один элемент Равный Единице Один Запятой Nan Или просто Один Ага Окей Наши 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 Для представ Для представления Приятнее Приятнее Скажем так Приятнее Во-первых Нет этой вложности Пар Во-вторых Нет запятых И как бы В-третьих Это в полном соответствии С лисповым синтаксисом Я сделал так Если мы вот эти скобочки Скруглые Заменим на фигурные Ну будет здесь фигурных Но скруглыми Опыт подсказывает Что так удобнее Да И веселей Вот Но поскольку мы знаем Что наш Список Он Гетерогенный Он позволяет себе В качестве элементов Хранить Ну все что угодно Списки Вот посмотри На вот эту вот Форму Четвертый раз Мы Ашке присвоили Что Нашу функцию Л Это список В котором в качестве Первого элемента Цвет Единица В качестве Второго Список Из двух Элементов В качестве Третьего Список В котором Содержится Еще список Из двух Элементов Первых Из трех Элементов Да Да Тут Ух Ё-моё Роу Распечатал Достаточно Некрасиво Да Шоу Тоже Шоу Тоже Некрасиво Как ты думаешь Почему Шоу Нам Распечатал Некрасиво Потому что Наверное Во вложенность Не особо Нормально Конечно Потому что Весь корень В том Что мы здесь Использовали Нашу функцию Z Которая Возвращает Строковое Представление Элементов Списка И вот Эту Единицу Он вернул Нормально А вот Этот Список L2 3 Он уже Не может Нормально Вернуть Он нам Строку Привел Как Вот 2 3 Нам Именно Для того Чтобы Мои Вложенные Списки Печатались Хорошо И красиво Я здесь Буду Использовать Не функцию Z Которую Простая И тривиальная Строка Переводит А буду Использовать Функцию S Вспомогательную Которая Что делает Она пытается Протрактовать Текущий Элемент Списка Как Список И Вызвать На нем Шоу Если Это Удается То Шоу Вызывается Да То Возвращается Шоу Причем Надо Понимать Что Шоу Это Не Распечатать Это Не Глагол Это Перевести В строку Обозначает Если Ей Это Не Удается Например Когда Мы Возьмем Число 1 При Попытке Взять От 1 Засунуть Его Будет Вызываться Эксепшены Вот Тогда Функция Понимает Что Что Не То Что Ей Подсунули Не Список И Тогда Она По Эксепшену Будет Переводить Просто В строку Текущего Представления Понятно И Таким Образом Если Мы Распечатаем Сейчас Так Вот Наш Давайте Мы Это Можем Закомментарить Наш Последний Выложенный Список Получается Все Хорошо В Представлении Один Потом Списочек Из двоечки И тройки Потом Список Вот Такой Вот В котором Четыре Вложенные Список И девятка Этот Вложенный Это Пять Шесть Список Из Элемента Семь И восьмерка Ну и Десятый В конце То есть Он Полностью Повторяет Вот Ту Синтаксическую Строчу Которую Записано Здесь Наши Вспомогательные Функции Понятно Да Да То есть Фактически Мы Получили важную Полезную Функцию Которая Визуализирует На экран Значение Нашего Типа Нашего Только что Реализованного Абстрактного Типа Данных Односвязанных Список Поехали Дальше То есть Первая Библиотечная Функция FoldLeft Которая Нам Помогла Реализовать Очень важные Либные Функции Две Это Реверс Списка И Шоу Списка Все Списки Одна Не будем Реализовывать Через Шоу Потому Что Иначе И Считать Совершенно Невозможно Как видите Вы Следующая Функция Она Достаточно Традиционна И Обычно Начинают С нее Если Не нужда В Реализации Шоу Я бы Тоже Начал С нее Это Это Функция Map Это Функция Преобразования Списка Она Возвращает Другой Список Если Функция Левые Свертки Может Возвращать Аккумулятор Любого Типа Под Список Хоть Строк Вот Как Функция Шоу Функция Map Она Возвращает Список Она Принимает Список Из Н Элементов И Она Обязана Вернуть Список Тоже Из Например Мап По Инкременту От Раз Два Три Получим Два Три Четыре Понятно Теперь Как Она Как Ее Тело Записывается Что Если Список Пустой Возвращается Нил А Иначе Мы Создаем Пару В Который Первый Элемент Это Функция От Хэда Пары Функция Половой Списка Да А Второй Элемент Это Снова Мэп От Функции И От Хвоста Тоже Самой Функции Хвоста Списка Это Классик Я Видел Примеры Язык Хаскеля Который Позволяет Unicode Функция Мэп Почему-то Очень Многим Нравится Когда Она Записана В виде Египетских Таких И И Все Красиво Смотрится Вполне Узнаваемо То Это Классика Жанра Это Простейший Наш Мэп И Здесь Мы Можем Прямо Играться После Определения Маку Например Сделаем А Это Пускай Л Это 1 2 3 А Напринтуем Мы Сразу Вызывает Шоу Потому Что Понятно Что Результат Лучше Показывать Через Функции У нас будет Списк А Здесь Мэп В Мэпе Идет Лямбда С Лямбдой Уже Знакомо Лямбда Х Х Умножить 100 Это А 100 200 300 Да Вот В принципе Эта Лямбда Она Может У нас Менять Тип Значения Ну Например Что У нас Мы Переведем Х В Строчку Ну И Добавим Чего Нибудь К нему Сконкатинируем Да 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 Ну я спускаю Да Одна секунда Две секунды Три секунды Да Это будет список Из строк А вот То есть Мэп Ее семантика Она такая же Да Вот И во всех функциональных языках Вы встретите Обязательно Функцию И даже во всех языках Которые не функциональны В javascript И в том же Ну в Python Не знаю Стандартный Либ Просто не интересовался Вот Она есть Но поскольку Вот эти типы Они позволяют Еще и мутацию Мы придумали Свою И написали Свою Одна строчка В Либе Я думаю Что Это не сильно Большая Плата За возможность Ну да Самостоятельно Написанные Типы Структуры Данных Следующая функция Которая мы Реализуем Это Третья важная Функция Это функция Фильтер Она Применяется К списку И содержит Некий Предикат Принимает Этот Предикат Который На каждом Элементе Списка Возвращает Булликское Значение True Или False А на основе Чего Она возвращает True Или False На основе Значения Которые Ей Передадут На вход То есть Это Унарная Функция Унарный Предикат Этот Предикат Применяется К каждому Элементу Списка И соответственно Нам на выход Возвращается Список Только из тех Элементов Которые Довлетворяют Предикату Понятно Вот Как теперь Она реализована Ну Здесь Я уже Не через Тернерник Потому Здесь Три Условия Можно Было Записать Через Тернерник Но Было Было Слабо Читаем Это Пожалел Ваше Чувство Прекрасного Записал Через If 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 Да Что Если У нас Выполняется Из Нул На списке То Мы Возвращаем Нил Что Списка Это Будет Пустой Список Иначе Если На голове Списка Выполняется Функция Предиката Вот F У нас В условии То Мы Концем Эту голову Возвращаем Пару В которой Участвует Эта голову Нам надо И сохранить В результате И фильтры От той же Функции Предиката И хвоста Списка Иначе Если Не пустой И функция Получается Вот здесь У нас Не пустой Список Но на голове Списка Функции Предиката Дает Фолс Ну Понятно То мы Пропускаем И выкидываем Мы возвращаем То же Значение Функции Фильтра От хвоста Этого Списка В частном Случа У нас Фильтр Если Предикат Не выполнится Ни на каком Элементе Списка Он у нас Вернет Пустой Список Ну Да Ну Вот Например Как мы Можем Здесь Сделать Опять же Деф А Не Деф Да Тут А Равно Л От 1 2 3 4 5 Допустим И Print Сразу Спринтом Show Сразу Фильтр Тут Внутри Такие Вложенности У фильтра Что Лямбда Первый Аргумент От Икса А Ну И Сам Списочек Да В качестве Лямбды Мы Список Хотим Отфильтровать Как Ну Допустим Чтобы Его остаток Отделения На Ну На 2 Скай Равнялся 1 То Нечетные Числа Так Секундочку У нас Сейчас Снизу Посмотрю Так Файл Модуль Function Is Not Subscriptable Там Не L Нужно Там Нам A Нужно Да Точно Сам Тот Список Все Правильно Спасибо Андрей Видишь Молодец Постраховал Вот Мы Получили Нечетные Числа Из Нашего Списка Да Наш Список 1 2 3 4 5 Фильтрует По Остатку На 2 Деление На 2 Равно Единицы Соответственно Нечетное Но мы проверяем Если Первый Элемент Подходит Под это Условие То мы Его Записываем В Новый Список Грубо Говоря Иначе Мы Записываем Не в Новый Список А в Результат Поскольку Все Эти Функции Не Хвост Рекурсивные Мапы Фильтр Из Них Кстати Возвращаясь К Прошлым Первым Лекциям Хвост Рекурсивной Функцией Является Только Функция Fold Left Она Сама Значение Функции Fold Left Является Значением Той же Функции Fold Left На Измененных Значениях Аргументов А возвращается Нам Накопленный Аккумулятор Мы Передаем На Вход И Измененный Получаем На Выход Во всех Остальных Случах Функция Мап Она У нас Не Является Хвост Рекурсивной Значение Функции Мап Не Является Значение Функции Мап На Измененных Значениях Аргументов У нас Cons От Мап Измененных Значениях То же самое С фильтром Вот Ну и Далее На основе Этих Вещей Мы Можем Написать Другие Смогательные Библиотечные Функции Сколько Угодно Их Можно Много Придумывать Можно Много Писать Забегая Вперед В следующей Лекции Мы будем Решать Практические Задачки Используя Вот Придумая Наш Тип Данных Будем Решать С моей Точкой Зренин Интересную Задачку Решим Где Нам Потребуется Написать Еще Несколько Дополнительных Сопомогательных Тех Библиотечных Функций Можем Попробовать Их Сегодня Написать Если Будет Интерес Сейчас Ну Вот Например Функция Range Которая Принимает Значения А и Б И Конструирует Нам Список От А до Б Включительно Чтобы Не писать Вот Как я Сейчас Один Два Три Четыре Пять Вот Это Конструктор Получается Списка Ну Как Вот Да Это Хелпер Потому Что Основной Конструктор Списка У нас Единствен Вот Это Хелпер Который Позволяет Нам Сформировать Список Из Диапазона Целых Чисел Точно Так Мы Возвращаем Нил Что Если А Б А Иначе Конс Приклеиваем А К Значению Функции Той же Range На Увеличенном Значении А И той же Б И Вот Здесь У меня Есть Несколько Примерчиков Например А Это Range От 1 До 5 Вот Попробуем Распечатать В сыром Представлении И В нашем Шоу Ну Да В сырое Представление Куча Вложенных Пар Вот Наше Шоу Шикарно Показывает Раз Два Три Четыре Пять Далее У нас Есть Map Умножить На 10 То Что Мы Выше Писали Функцию Map Лямда Умножить На 10 Отлично Дальше Остаток Оставим Только Чертные Числа Чертные Чертные Правильно Вот Реверс Наш 5 4 3 2 1 Да Просто Свертку Ты делаешь Левую Свертку Но смотри По какому Ядру Бинарная Наша Лямда Она Переводит В строку И через Минусик Его Приклеивает К аккумулятору То есть Получается У нас В обратном Порядке Начиная С пятерки А вот Если бы Я здесь Написал Сначала А Плюс Плюс Вот так Вот Да То мы Получили В том же Порядке То есть Здесь Нам Функция Свертки Она В широких Пределах Позволяет Нам Комбинировать Вот Значение Аккумулятора И значение Элементов Списка Конструюра Из них Любой Результат И Именно Поэтому С ее Помощью Можно Все остальное Реализовать Понятно Суммы До всех Элементов Списка Здесь Лямбда От Аккумулятора Это будет А И стартовое Значение 0 До Сумма Чисел Съединить С Вот Получается У нас Вот Такой Вот Некий Демо 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 Примерчики А сейчас Кстати Вопросы Если есть По этой теме Какие-то Нерешенные Да Пока Нет На самом Деле Пока Вроде Все Понятно Отлично Отлично Тогда Сейчас Я бы Слазил В свои Загашники И Показал Другие Реализации Нашего Конструктора Абстрактного Типа Данных А пока Я их Показываю Как ты Думаешь Вот Тебя Спрошу Как ты Думаешь Как мы Могли Реализовать Вот Этот Тип Данных Вот Этот Интерфейс Cons Head Detail Еще Кроме Как Через Туполь Питоновский Есть Еще Варианты Да Я думаю По-любому Должны Быть Единственное Что Ну Например Ты на Языке Java Какой В основной Язык Java C-Sharp C-Plus И C-Sharp Допустим C-Sharp Те сказали Тебе нужно Как-то Придумать Конструкцию Которая Будет Хранить Два Значения И позволять Читать Первый Или Второй Из них Сделал Структуру Состоящую Из Двух Элементов Структуру Или Класс Как Там Структура Класс В Большом Приближении Это Почти Одно И Тоже Вот Мы Точно Также Берем Наш Этот Первый Вариант Убираем Либо Map Использовал На самом Ди Тоже Можно Конст Лист Конструктор Его Принимает Но Это По Синкезу Питона Конструктор Селф Передавать Икс 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 То есть Селф Икс 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 Поднострочник Получится А вот Собственно Конс Наш Интерфейс Это Вызов Конструктора Конс Листа На Икс 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 Это Тейл Это Тейл Это Его Поля Его Паблик Поля Вот Мы Запускаем И Все Печатается Единственная Разница В том Что Теперь Прямое Питоновское Представление Этого Значения Да Вообще Страсть Ужасная Оно Нам Ни о чем Не Говорит А там Его Содержим Да Поэтому Разумеется Нам Нужна Функция Шоу Чтобы Это Дело Показать А все Остальное Осталось Без Зменей Работает Точно Так Ж Теперь Более Экзотические Варианты Давай Мы Можем Реализовать Этот Абстрактный Тип Данных Используя Исключительно Лямбда Ну Давай С попроще Варианты Начну Абстрактный Если c Равно Нулю То Мы Возвращаем Иначе Возвращаем Игрит Этот трюк Он возможен Исключительно Благодаря тому Что в питоне Функции Это значение То есть Функции Это объекты Первого класса И мы В результате Выполнения функции Можем вернуть Также Лямбда Но смотри Какое волшебство Здесь происходит Так называемое Замыкание Создается Замыкание Это термин Функционального Программирования Который говорит о том Что лямбда Создающаяся Она помнит Значение Не только Своих входящих Аргументов И параметров Но и Значение Тех Внешних Аргументов Внешнего контекста Которые были В моменте создания То есть Здесь мы передали Какой-то Икс и игрек И мы В теле Этой лямбды Имеем доступ К иксу И к игреку Которые были Снаружи Вот здесь И этот доступ Сохраняется У нас До самого конца Все время Использование Этой лямбды Так А можно я тогда Другой вопрос задам То есть Получается В других языках Нельзя так То есть Они не имеют Доступ Или Это Прямо Особенность Да Смотри Сейчас расскажу Про особенности Языки В которых Можно создавать Функции Внутри Функции Делятся на два типа На тип Которых Их же Можно и возвращать В которых И нельзя возвращать В качестве Возвращаемого значения Например Паскаль Яркий пример языка В котором Функции Можно создать Другую функцию Но нельзя вернуть Но нельзя вернуть Но доступ К аргументам Внешней Родительской функции В теле Вложенные Внутренние функции Насколько я знаю Тоже есть Вот это мне просто Потому что По привычке К Си плюсам Или к Си шарпу То что во внешнем Внутри Я все равно К этому имею доступ Да Но теперь Финт ушами Следующий Ты Когда ты вернул Из этой внешней функции Значение У тебя В контексте В внешней функции Жить Перестал В твоей семантике В полюсах Например Так И Получается Уничтожились Потому что Они живут Только в контексте Пока Выполняют Тело Вот этой функции Да Совершенно Но здесь Поскольку ты вернул Некий волшебный Объект Который Имеет их В виду То он к ним Продолжает иметь доступ Во вовре Своего Ну Да Внутри своего сколка Внутри своего тела Это называется Замыкание То есть он замкнул Кусочек внешнего контекста Внутри себя Ну да Понимая прошлую лекцию Это похоже на то Как наш конструктор Иммутабельного компаратора Принимая в конструктор Какое-то значение Во внутреннюю переменную Его присваивает И там помнит Да Экземпляр класса Помнит в себе То что было Передано в конструктор Вот Но тогда в таком случае Head detail Выглядит тривиальным образом Поскольку у нас Конструктор Функция cons Возвращает что Возвращает лямбду Правильно Ну возвращает Другую функцию Возвращает Унарную лямбду Правильно Тогда head В качестве значения Принимает Что? Эту же самую лямбду То есть значение Которое суется На вход head Это вот эта лямбда Это лямбда унарная А что мы можем С унарной лямбдой Мы с ней сделать можем Единственную вещь Мы ее можем вызвать И здесь мы вызываем По семантике Вот эта элька Это унарная лямбда И мы вызываем И с аргументом 0 Вызываемая лямбда Вот эта волшебная Вся с аргументом 0 Возвращает нам Тот самый x Который прилетал На вход Функции cons Таким образом Мы дотягиваемся До головы Этой пары Вот это чистое Функциональное программирование Можно тут подумать Так Повпечатляться И разобраться Ну и аналогично Функция tail Она по семантике Принимает По соглашению Принимает нам На вход Унарную лямбду И мы эту лямбду Взываем на аргументе Но здесь Один, два или три Неважно При вызове Вот этой лямбды волшебной На любых других Аргументах Кроме 0 Она возвратит там Y То есть второй элемент Входящей пары Ну да, правильно Если мы указываем Здесь То есть получается Что мы На самом деле Здесь вот Очень важный момент Я бы предложил Его чуть-чуть Прочувствовать Что мы Сконструировали Абстрактный тип данных Не обращаясь К никаким Базовым типам Данных вообще Если в двух Первых Предыдущих случаях Мы использовали Какие-то Питоновские Тупли Кортежи Там Какие-то Из которых Мы делали свои На основе Базовых типов Данных Либо класс С полями Это классическая Система Типа данных Поля Класс Но где Как ни в полях Класс Хранить значение То есть здесь У нас нет Никаких Встроенных Типов данных Никаких Классов Никаких полей Это то О чем говорил Что нам Только Самих лямб Достаточно Чтобы реализовать Любые алгоритмы Все на свете Любые типы То есть мы Здесь Сконструировали Пару Используя Понятие Замыкания Фактически Результат Конса Это замыкание Которое Помнит Себе XY А далее Мы обращаемся К этому Замыканию И выдергиваем Из него XY Вот мы Можем Запустить Все остальные Вещи Точно так же Работают Как ты Видишь Сырое Представление Вот это Нашего Типа данных Это некая Функция Конс Которая В локальном Пространстве Можно прокрутить Вниз К реализации То что у нас Выводится на экран Да Да Сейчас так Show Note Ага Inac Arrange Arrange Это у нас New Иначе Мы Cons Arrange Ага Тут все Волшебство В том Что все Наши Функции Которые Мы Рассматривали Ниже Они Обращаются К нашему Типу Данных Исключительно Через Интерфейс Cons Headed Tail А Все Вот я Нашел Смотри Def L В 18 Строчке Это как раз Таки Та же Самая L Нет Это не Та же Самая L Та же Самая L Это Уменьшенное Нединицу Количество Аргументов Я имею Ввиду Это Как А Нет Все Прошу Прощения Да Все Вот То есть Здесь Еще раз Повторюсь Что Требуется От Cons Headed Tail Требуется От Того Что Если Мы Закончили Единицу Из Двойкой То По Headed Мы Обязаны Получить Единицу А По Tail Двойку Если Мы Закончили А С Б То По Headed От Результат Мы Должны Получить А По Tail Б И Ничего Другого Не Требуется Вообще Это Тор Чем Был И Любая Какая Б Не Была Забубенная Реализация Фактическая Реализация Вот Этого Соглашения Этой Конвенции Она Будет Нас Устраивать В Качестве Реализации Нашего Абстрактного Типа Данных И Вот Это И Есть Реализация Обалдеть Она Не Единственная Реализация Через Лямбда Сейчас Я Покажу Еще Лямбда Которая На самом Деле Даже Чуть Только По Забубен Вот Возвращается Что такое Да Говори Говори Возвращается Унарная Лямбда Унарная Лямбда Эта Лямбда Принимает Какой-то Аргумент И По Конвенции Судя По Как В теле Лямбда Используется Этот Аргумент Этот Аргумент Является Чем Функцией Правильно То Конструктор Конс Имеет Два Параметра Возвращает Нам Лямбду Унарную Которая В качестве Единственного Своего Аргумента Применяет Функцию К Ф Это Бинарная Функция Результат Конса Унарная Функция Ф Это Бинарная Функция Поскольку Применяется К И У Вот В Десяти Символах Уже Такая Интересная Заморочка Итак Результат Конса Это Унарная Функция Принимающая Функция Единственного Аргумента Которая На вход По конвенции Ожидается Бинарная Функция Вот Но смотри Здесь тоже Происходит Некое Замыкание Мы Возвращаем Некую Функцию Унарную Да Применяет Бинарную И в качестве Своего Результата Возвращает Применение Ф К И И И И Значит Здесь Нам Точно Также Нужно Помнить Достучаться До И И Чтобы Вызывать Результат Замыкание Происходит По тому же Самому Правилу Тогда В качестве Хеда В качестве Головы Мы Возвращаем Что Что У нас Принимается На вход Л Принимается На вход Л Пара Результат Конса Что Результат Конса Это Унарная Лямта Которая Принимает Бинарную И Вот Мы Теперь Вызываем Этот Результат Конса По Бинарную Лямду И В качестве Единственного Аргумента Передаем Ей Бинарную Лямбу В Которая В Каче Результата Только Икс Которые В качестве Результат Её Первый Аргумент Да Да А Вот Тейл Ну По Аналогии Что Это Результат Конс Лунарная Лямда Принимающая Бинарную В качестве Результат Вложенной Внутренней Бинарной второе значение y мы запаковываем вот эти входящие аргументы функции cons мы запаковываем в замыкании функции не f а в замыкании функции анонимной которая возвращается в замыкании вот этой лямбды а вот она помнит про x и y и ждет только гетер f гетер головы или гетер хвоста гетер головы это лямбда x и гетер хвоста на второй элемент пара нажимаем на выполнение то же самое страшные функции вот здесь все остальное все работает шикарно и все алгоритмы которые будут написаны далее все варианты использования этих списков во всех более сложных функциях и при практическом решении задач они все работают вот с этими четырьмя и любым другим количеством вариантов фактической имплементации вот этого самого интерфейса повторюсь чтобы конвенция интерфейса соблюдалась ну может быть скорость будет разная чуть-чуть может быть на туплах он будет работать чуток побыстрее поскольку тупло оптимизированные как все-таки данные хранят но на лямбдах но там разница я замерял но там порядка там десятка процентов десятков процентов так существенно для наших целей здесь качество основного момента хочется сказать что все кроме конс х детейл нам не нужно ничего все остальное реализовано на вот этой вот волшебной троицы который сама в свою очередь может быть реализована через классы поля структуры там объекты и в том числе через лямбда то есть используя чистые функции как значение мы можем конструировать структуры данных без структур данных поэтому и называются абстрактные это вот небольшой краешек это легкое дуновение лямбда исчисления вот вот здесь вот представлена вот так классическим образом это классическая реализация пар в теоретическом лямбда исчислений она делается вот таким образом а здесь она просто применена и как еще один пример того что проверка практики по теории проверки теории практикой все работает все хорошо все окей прикольно вот если какие то вопросы сейчас нет сейчас вопросов нету теперь останется дождаться следующего урока когда будем решать задачку еще даже даже две задачки решим одну из них двумя методами я пока не спойлеры какие будут задачки одна будет такая ну такая попроще будет на такой мне тоже посложнен такая средненько хорошо тогда дождемся следующего занятия и посмотрим может быть тогда появится еще вопрос или в момент пока буду ожидать появится вопрос и да да тоже тебе я позадаю все тогда спасибо да ни за что спасибо и всего доброго до свидания